У бизнеса женское лицо. Больше 20 тысяч жительниц Актюбинской области занимаются бизнесом. Они улучшают инфраструктуру города, создают арт-салоны, воспитывают подрастающие поколения и запускают новые производства. Какова специфика женского бизнеса? Что же мотивирует и вдохновляет успешных женщин? В преддверии Нового года Лейла Уесова встретилась с известной в регионе бизнес-вумен, которая смогла воплотить свою мечту в реальность. Доброе утро! Сколько стоит открыть детский сад в Актюбе, знает основатель Центра дошкольного развития мира Жейнбаева. Конкурентов она не боится. Главное – упорно трудиться и любить свое дело, считает педагог с 30-летним стажем. И ведь не случайно на профессиональную деятельность влияет материнский инстинкт. Деловая женщина строит будущее с большой любовью, терпением и даже самопожертвованием. Это мое любимое дело, с одной стороны. С другой стороны, я долго шла к этому. И, наконец-то, в 2017 году я открыла свой детский сад «Маленький свой мир». Дети ходят с удовольствием. Адаптационный период у детей у меня проходит быстро, потому что ребенок новый приходит, мы с первых дней оставляем на целый день. Ребенок быстро привыкает. Пора новогодних утренников в самом разгаре. Малыши водят хоровод вокруг зеленой красавицы и получают сладости от Дедушки Мороза. Это уже второй по счету детский сад, который открывает Мира Байдашевна. Он рассчитан на 120 малышей. Госзаказ получают на 75 мест. Родителям такой частный садик обходится в 25 тысяч тенге в месяц. В эту сумму входят питание, уроки рисования, музыки, английский язык и хореография, а также услуги логопеда. Я более 35 лет в этой сфере работаю, дошкольную сферу полностью знаю, методику полностью знаю, поэтому мне легко удается этот бизнес. И я выбрала детский сад. Госзаказ как? Госзаказ. Без проблем я получила. Каждый месяц, в конце 25 числа они нам отправляют бюджетные деньги. Эти деньги помогают, финансирование, то есть помогает мне своевременно оплачивать зарплаты моих педагогов. Кто хочет, тот всего добивается, говорят актюбинские бизнес-леди. И для достижения поставленных целей им нужны не только льготные заемные ресурсы, достаточно желания реализовать себя и вдохновения, помноженных на трудолюбие. Сегодня больше 20 тысяч представительниц прекрасного пола успешно ведут свое дело и помогают друг другу, объединившись в ассоциацию деловых женщин Актюбинской области. В период пандемии женский бизнес инвестировал в развитие Актюбе 3 миллиарда тенге. При этом местные бизнес-леди открывают не только салоны красоты, парикмахерские гостиницы и магазины модной одежды. Они еще занимаются и грузовыми перевозками, строят жилые комплексы, частные школы и детские сады. Одним словом, создают новые рабочие места. Лайла Уэс, Вау Жумар, Ходобергенов, телеканал ТТК 42 Актюбе.